не путайся под ногами я вообще-то выигрался на сегодняшем шоу в отличие от некоторых почему я не должен путаться под ногами ну да есть немного а что проверим на следующем шоу здравствуйте друзья мы с вами возвращаемся на ринг и сейчас нас ждет очень важный поединок претендентский поединок на который негор золотов вышел благодаря победе над михаэлем и сайл на прошлом шоу и и а и и и и а Соперником Егора становится Константин Иванов, который, в первую очередь, одержал победу над другим новичком Ростера РСУДАБЛУ, Кейнером Редкедом. Наверное, поэтому Редкед до сих пор входит такой зилой, как мы могли увидеть. Но, впрочем, сейчас не о нем. Сейчас Константин Иванов и Егор Золотов. Очень интересный поединок. Конечно, Константин настоящий ветеран NRGW. И прямо сейчас состоится матч с названием первого континента на титул чемпиона NRGW. Создание, не пойди-ка. В левом углу от меня рост 175 сантиметров и 75 сговоров из Москвы. В левом углу от меня рост 186 сантиметров и 100 килограммов из Санкт-Петербурга Константин Иванов. Иванов! 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 Ну что ж, все готово. Можно начинать очень важный и, я думаю, очень крутой поединок. Поединок. Интересно, как Егор Золотов будет справляться с довольно крупным соперником. Вы посмотрите, да, промахнулся он и чуть не попался. Чуть не попался, а теперь уже походка была ступни от Иванова. Но нет, пока что Егор Золотов пошел в борьбу. Очень бодрое начало. Интересно, как Егор Золотов будет справляться с довольно крупным соперником. Все-таки кетч, это его тема. Его тема сабмишин и борьба. Вот, пожалуйста, проход. И пытается он продвинуться дальше. У него это получается, надо сказать. Конечно, Иванов всячески защищается и не отдает сейчас свою руку. Нет. Нет, пока ничего страшного не происходит. Но мы видим, что Егор Золотов довольно быстро сумел перейти в свою привычную стихию. А Иванов дотянулся до кона. Два, три, четыре. Вот это начало и сразу же Егор Золотов захотел продолжить, но теперь уже Иванов решил попробовать на гильотину выйти, мне показалось, но нет. Золотов оказался сверху. Мы знаем, что у Константина Иванова тоже есть кое-что в запасе в плане сабмишинов. Например, тот же самый Твистер, один из самых зрелищных и вообще таких интересных сабмишинов, которые только возможны. Но я не уверен, насколько это реально в матче с таким мастером, как Егор Золотов. Иванов будет тяжеловато справляться с таким скоростным соперником. Понятно, что физическая сила на его стороне. И вот он это как раз демонстрирует, да уж. Но Егор Золотов пытается, пытается продвинуться дальше этот проход. Все это рядом с канатами. Иванов! 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 Да, пожалуй, зрители получше знают Константина Иванова. Привыкли к нему за эти годы. Но я думаю, Егор Золотов тоже заслуживает поддержки. И вот опять попытка прохода в его исполнении. Очень хорошо он цепляется. Но сейчас Иванов оказывается сверху. И даже было возможно удержание. Правда, не очень долго. И вот сейчас Золотову приходится освобождаться. Из подвеса. Использует свои ноги. Иванов показывает, что все в порядке. Что стучать не собирается. Но Егор Золотов, конечно, может что-нибудь придумать. Да, уж отпускать он не собирается посреди ринга. И вот только сейчас. Все равно Иванов оказывается в заперти. И просто поменял позицию. Примерно то же самое. Егор Золотов показывает, что он может заниматься этим очень долго. Вопрос в том, насколько хватит Иванова. Так. Давай, давай, давай. Ну вот. Это уже более интересный поворот для Константина Иванова. И бросать. Нет, не получается. Вы посмотрите. Егор Золотов блокирует попытку броска. Ну что, сверху тут можно и удары попробовать нанести. Но вполне возможно, Егор Золотов продолжит в своем стиле. Мы слышали, как принц Блэкроу и Соло всячески оскорбляли Егора Золотова. Абсолютно он им не нравится. Но сейчас Егор Золотов на пути к тому, чтобы стать первым претендентом на титул чемпиона NRGW. Следующим соперником Стервятника. Пока Константин Иванов не сдается, но... Я не знаю, как долго это может продолжаться. И вот. Нет, так просто ты от меня не уйдешь. Показывает Золотов. Да, решил сменить позицию. Может быть, вытянуть на рычаг. Но Константин Иванов убирает его. Да, сворачивание. Раз. Наконец-то он освободился. Много уже попыток сегодня было у Егора Золотова. Понятно, что силы не вечные. Но ничего не поделать. Еще один скоростной проход в ноги. Так сегодня сошлись два рестлера, что одному трудно с другим. Одному все-таки трудновато довести до конца болевой. Когда речь идет о довольно крупном сопернике, который умеет защищаться. Но Иванов, в свою очередь, тяжело справляться с скоростью Егора Золотова. Да, что-то надо делать. Конечно, Иванов показывает, что скучать им не будет. Но он при этом пытается повернуться в сторону канатов. Да. Все сложнее возвращаться на ноги Константину Иванову в таком матче. Конечно, на такого соперника конечности не наберешься. Когда он постоянно пытается тебя сломать. Ну что, просто пошел зажимать в угол. Поддавливает, поддавливает. Но Егор Золотов находит, выход, сворачивание даже могло получиться. И вот сейчас, вот сейчас снова обхватывает. Да, интересно, обхватывает. Тут, конечно, можно и вытянуть, но... Похоже, Егор находит другой вариант. Как можно создавать давление. И опять Константину Иванову приходится терпеть посреди ринга. Куда уж тут денешься. Доконатор далековато. Такс, раз. Ну, хотя бы выйти на свободу. Ничего себе. Ну, еще не поднять его сумел, правда, ненадолго совсем. Главное, не отдавать руку до конца. Иначе Золотов все-таки добьется того, чего он пытается добиться на протяжении всего матча. Так. Пытается он пройти защиту хоть как-то, ну... Он так далеко до канатов там на самом деле. Для Константина Иванова. Ну вот. Постепенно, постепенно убирает. Придется что-то делать. И... Никак зацепился. Никак не получается скинуть с себя Егора Золотова. Конечно, Егора это тоже должно напрягать. Столько времени он сегодня потратил на попытки сабмишинов. Но пока они не приводят к конкретному результату. Понятно, что сейчас не время останавливаться, но... Пытается Иванов убрать от себя ногами. Показывает, что еще в себе. И не стучит. Но Егор Золотов просто повернул его в другую сторону. Да, еще и за лопатками надо следить. Что ж, тяжелая история. Но Иванов все-таки выбирается и пытается в очередной раз скинуть себя. Наконец у него это получилось. И теперь уже Егору Золотову придется отдохнуть. Пошел отсчет. Конечно, придется вернуться на ринг. Интересная ситуация для Егора Золотова. Уже довольно долго продолжается матч. Силы тратятся. Вроде бы попытки были неплохие, но своего он пока не добился. И, конечно, надо сказать, что... Длина матча тут может помочь Константину Иванову. Потому что Золотов очень много сил тратит на вот эти скоростные проходы. Сумел он вернуться еще раз. Иванов оказывается сверху, но Егор Золотов слишком крепко зацепился. Давай, Егор! Ужалайся, согрей его больше! Я хочу, Егор! Так, измаун-то теперь. Все в том же духе. Продолжает Егор Золотов. Тут уже может подниматься вопрос, насколько у него сил хватит продолжать все это делать, потому что чем дольше, тем сложнее. А Константин Иванов показывает, что пускай ему тяжело, но он готов это все вытерпеть. Ничего катастрофического не происходит. И вот сейчас, наконец, удары пошли. И опять только освободился. И снова Золотов цепляется. Теперь уже со спины. Да, занимает очень хорошую позицию, конечно, тут нужно было хотя бы руки поставить. И что, неужели он сможет его... Да, чисто по весу тяжело повернуть в нижнюю сторону. И мы видим, что Иванов просто встает на ноги. Совсем ненадолго. Конечно, рецепт уже вроде бы есть, что надо делать для того, чтобы убрать Золотова со спины. И вот Иванов повторяет. Но главное, чтобы у Золотова не получилось подтвердить слово Слипер и не отправить Иванову в спячку в таком положении. Но ничего. И опять, и опять он полетел. И опять Золотов оказывается быстрее. Ничего не поделать. Скорость, конечно, в этом плане решает. Хотя кажется, что... Золотову самому уже все труднее дышать. Опять же, сколько сегодня попыток было. И опять пытается он вытянуть. Да, пока не отдает Иванов. И вот мучитель, конечно, Егор Золотов. Настолько у него жесткий стиль. Но рычаг пока не получается. И хороший удар. Голова-то открыта. Да, уж отбился. И снова, и снова. Золотов устремляется в ноги. И у него вроде бы это получается. Такой длинный матч у нас сегодня получается. Надо сказать, что Егор Золотов не привык к такому. Не было у него пока таких соперников. И в принципе не было у него по-настоящему длинных матчей. Этим и интереснее смотреть дальше. Так. Не получается пока. И снова. Уже сколько раз мы видели, как Иванов устремляется. Но Золотов цепляет его со спины. Да, с какой еще стороны подобраться, решает Егор. Нет, сдаваться мы не умеем, показывает Константин Иванов. Раз за разом. В прошлый раз получилось отбиться ногой. Теперь, пожалуйста. Снова отбился. Но уже с руки. Но насколько цепким спортсменом является кетч-рестлер Егор Золот. Так. Внимательнее, внимательнее за лопатками. Да, аж это уже эмоции. Просто решил застомпить сверху. Игор Золотов уже... Уже начинает его конкретно злить. Тот факт, что сегодня его с Абишной пока не сработали. Матч такой длинный. Сил потратил много. Вот уже эмоции, эмоции пошли. Не мог уже вытерпеть Егор Золотов. Но сейчас приходит время Иванова. Не отпускает он запястья соперника. Ну что, по третий. Третий клоус... Нет. Сейчас. Но все равно. Удар навстречу. Пропускает Егор Золотов. А вот дальше. Дальше у него получилось выкрутиться. И вы посмотрите. Все-таки возвращается. К своему. Что он уже сегодня не пытался делать. Ну, никак пока. Никак. Не дается Иванов. Где... Ой-ой-ой. Вот это... Да. Мне показалось, что... Попахивает чем-то опасным. А вот теперь уже действительно попахивает опасным. Только для Егора Золотова. Вы посмотрите, Иванов пытается выйти на Твистер. Да уж. Один из самых интересных сабмишенов в мире, в принципе. И вы представьте себе, если он таким образом победит Егора Золотова. Большого мастера. Да, Золотов добирается до каната. Но это был, конечно, интересный поворот. Четыре. Поднимайся. Слези сми. Эх. Еще. Неужели сегодня Золотову не хватит сил? Столько было попыток. Такой длинный матч. И как мы видим, сейчас это играет на руку Константину Иванову. Опа. Прямо в руки попадается. Ничего себе. И все. Раз. Два. Нет. Да, уж бывает и такое. Убор Золотов все чаще и чаще. И не получается. А Константину Иванову остается только добить в такой ситуации. Да, уж нога готова. Ступня. Взял наведен. И нет. Нет. Не ступня. Цепляется. Все-таки. Все-таки идет за своим Егор Золотов. Да, уж пытается помочь себе ногой. Что сегодня уже он только не делал. И Локи. Все, что хотите. Но главное, главное вытянуть. Главное вытянуть. На рычаг. Конечно, это его главный болевой. Помогает себе ногой. Но Иванов до последнего, до последнего держится. Да. Вот сейчас интересно, что такое. Ну, е-мое. Вот они. Вот они. Мерзавцы, о которых я вспоминал. Соло и Принц Блэкроу. Какого? Такой матч. Больше 20 минут у нас продолжался бой. И, конечно, он заканчивается по дисквалификации. Какого хрена. Да уж. Получает по голове от Соло. Неужели, неужели Константин Иванов не хотелось бы видеть такое у нас в конце. Да, конечно, они-то рады добить Егора Золотова. Неа. Вы посмотрите, что происходит. Константин Иванов принимает правильное решение. Егор Золотов тоже сумел ответить. Да. Жаль, что матч так закончился. Эти в шоке. Совершенно никакого они ожидали от Иванова. Что, совсем больно, что ли? Ребята, пройдем матча. Хотели проверить меня на силу после матча? Вы знаете, теперь понятно, почему вам не дают шанс на титул. А что вы способны? Каждый из вас проигрывает. В один. В одиночных матч. Но я дам вам шансы. Проверить вас в больных матчах. Давайте, на следующем шоу. Я и Иванов против вас двоих. Давай, Иванов. Ну что, командный матч. Неплохая идея. Ну и в принципе они проводили командный матч. Соло, ой, ой, ой. Вот она, ступня Мамонта. И осень, чтобы быть четвертым. И помог я не тебе, а я копил Соло и Приндзе. За то, что они мешали с 2 матча, набрали мой шанс. Идзе застыряет его за титул. А командный матч можно забыть? Да. Все-таки у Иванова свои интересы в голове. Командный матч он, смотрите, что не собирается. Ну вы действительно обломали. Напали на Егора Золотова. Таким образом, принесли победу под сквалификацией. Конечно, у Иванова, я думаю, никто не доволен этим результатом. Даже Егор Золотов. Такой стремной ситуацией он оказался. Надо как-то отвечать. Но он остался один. Перед Соло и Приндзе. Ну что ж, друзья, с вами был комментатор Валентин Нарчук. Увидимся на ринге Норджи Дабу. КОНЕЦ КОНЕЦ